Ситуация по Одессе по заболеваемости КОИО-19 За сутки заболело 510 человек, выздоровело 109, 9 летальных случаев. За время пандемии заболело 43 607 человек, выздоровело 37 238 человек, летальных случаев 840. Заболеваемость детей в городе Одессе. По ГКБ 3 заболело всего 73 ребенка, из них 15 детей с подозрением с COVID-19 и 58 с подозрением на COVID. В реанимации 9 человек, на кислородной маске 15, ИВЛ 0. Родителей с COVID-19 2 человека. За время пандемии не умер ни один ребенок, ни одна беременная в городе Одессе. Тяжелые пациенты на ИВЛ 10, на СИПАП 5, на кислороде 98. Открытие отделений, переводы, планирование. Открыто 50 коек в 1-й ГКБ. Запланировано открытие в 1-й ГКБ неврологическое отделение 50 коек. Эти 50 коек будут с кислородом. Ориентировочная стоимость 1,5 миллиона гривен. Это разводка кислорода. По 8-й больнице планируется открыть 110-120 коек с кислородом 100. Сейчас происходит оснащение мебелью. Проводится работа. Для открытия 8-й ГКБ необходимо организовать переводы больных. Есть договоренность с медицинским университетом о переводе 35 больных терапевтического профиля в университетскую клинику университета. Перевод кисшетней группы будет 10-й ГКБ. Перевод пациентов в военкоматы терапевтического профиля в клинику медицинского университета. Перевод пульмонологии 8-й больницы будет осуществлен в отдельно стоящий корпус, потому что эта помощь очень востребована. И также будет развернуто 40 терапевтических коек в 11-й ГКБ. Также по 8-й больнице выполняются другие работы. Сейчас заканчивается установка пожарной сигнализации и в помещении, запланированном для размещения морга. Ориентировочная дата открытия 8-й ГКБ – 23-24 марта. Мы продолжаем работы по кислородному обеспечению коечного фонда. В инфекционной больнице сейчас готовится 18-е и 19-е отделения под разводку кислорода. Это будет дополнительно 60 коек. На Лидерсовском бульваре 11, литера А, запланирована установка кислородной станции. Это дополнительно 60 точек прямого кислорода. И детское отделение – криоцилиндр на 110 точек. В ГКБ 5 на Троицкой запланирован и уже заключен договор на подставку кислородной станции. Это будет дополнительно еще 69 точек прямого кислорода. Остро стоит вопрос дефицита кадров для работы с ковидом. И сейчас решается вопрос о пополнении кадрового резерва. Мы сейчас обращаемся во все лечебные учреждения с просьбой, чтобы наши врачи и медицинские работники отозвались и пошли работать в 8-ю больницу по борьбе с ковидом. Значит, было проведено совещание в областной государственной администрации под председательством заместителя губернатора Волошенкова Бориса Алексеевича и с руководителями наших лечебных учреждений, которые работают в ковид, и с областными. И были определены все проблемные вопросы, которые существуют, и возможность их решения. Значит, то, что одним из критериев увеличения заболеваемости на ковид, это служит увеличение количества тестирований, которые проводит наша неотложка. Если раньше было 226 за неделю, 240, то теперь до 370 вызовов на тестирование. Госпитализация увеличилась в два раза. В среднем в сутки госпитализируется от 60 до 100 человек. Раньше оборот койки у нас был хороший, 6-7 дней. То теперь, в связи с тем, что поступают тяжелые больные, получается, что происходит накопление госпитализированных, и в связи с этим оборот койки уменьшается. Значит, то, что касается вакцинации. По состоянию на 17-е третье по городу за период с 25-го числа февраля провакцинировано 1522 сотрудника. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok